Зимний кубок по робототехнике «Робо-ралли» развернулся в эти выходные на базе 10-го лицея. Это совместный проект школы программирования и управления образования. А в списке участников более сотни ребят из Клина, Солнечногорска и Москвы. Все подробности конкурса в нашем следующем сюжете. Робототехника, информатика, программирование и моделирование – вот такими навыками обладают эти ребята – будущие инженеры и айтишники. На зимнем кубке они соревнуются и показывают знания и навыки. Мне это нравится, мне это интересно. Когда ты начинаешь строить, ты можешь свою фантазию, мышление развивать. Я занимаюсь робототехникой уже год и в будущем хочу стать инженером. Робототехника мне очень нравится и поэтому я хочу набраться больше нового опыта. «Робо-ралли» – совместный проект управления образования и школы программирования. В этот раз конкурс объединил более сотни участников из Клина, Солнечногорска и Москвы. С каждым годом отмечают организаторы. Ряды юных техников только пополняются. Это не просто тренд, это развитие науки, развитие технологий. Когда-то у нас появился трактор и пахари уже стали не нужны. Сейчас у нас все вокруг роботизируется. Маленькие ребята понимают это, что будущее именно с такими технологиями. Поэтому робототехника очень популярна среди молодежи. Школьники от 7 до 17 лет соревнуются по пяти направлениям. Например, одно из заданий – победить в робофутболе. Юные изобретатели управляют своими машинами с помощью приложения на смартфоне. Соревнования роботов, на которых закреплен ударный механизм, с помощью которых они бьют, двигаются, забивают голы. Но как обычно в футбол правила одни и те же. Просто играют роботы. А на Олимпиаде Мейнстормс школьники с нуля собирают роботов. Задача – создать машинку с датчиками движения, которая сможет обойти препятствия. Траектории каждый раз меняются. У робота есть два датчика. Они определяют линию, и он по ней двигается. То есть я не задаю ему траекторию, он сам определяет ее. Пожалуй, самое зрелищное направление на конкурсе – состязание роботов-сумоистов. Настоящий бой внутри импровизированного ринга. Школьники конструируют полностью автономные машины. Во время битвы участникам остается только наблюдать за своими бойцами. Надо, чтобы он был ловким и тяжелым. Если он тяжелый, его сложнее вытолкнуть. Если он ловкий, он пройдет быстро и вытолкнет его сам. Лучших из лучших на зимнем кубке отметили грамотами. А в следующий раз юные робототехники встретятся на московском фестивале «Центробежная сила». Отклина примут участие ученики школы программирования. Анастасия Галкина, Иван Першин, Дмитрий Кириллов. Новости дня.